В Екатеринбурге, под стенами очень длинной 19-этажки на Белинского 86, при заезде на платную парковку приключилась трагикомичная драма со счастливым хэппи-энд-арфином. Хотя вариантики были. Пилот японского бездорожника Mitsubishi Pajero 2007 года выпуска слегка подразогнался и проскочил мимо будки, в которую нужно было положить карточку. Пилот сдал задом, потянулся из салона к картоприемнику и выпал из болида. А три бриллианта продолжили свое отступление задом и теоретически тяжелый бездорожник мог раздавить своего рулевого, мог наехать кормой на морду подъехавшего сзади болида, но падший пилот так удачно заерзал ногами, что его правая ступня попала под левое переднее колесо Mitsubishi и Pajero остановился. То есть в этой ситуации человеческий башмак исполнил роль тормозного башмака, ну как на железной дороге. А вот они и сошлись в одном предложении. Прямой смысл и переносный. А эта парковочная драма завершилась хэппи эндорфином. Пилот из сзади стоящего болида подошел к лежачему поджироводу, поставил бездорожник на ручник, а рулевого на ноги. Обошлось без травм, даже башмак не помялся. Единственным пострадавшим в этой драме оказалась водительская дверь, которая при отступлении зацепилась за будку и выгнулась в обратную сторону, как колени кузнечика. Но, думается, это меньшее из зол, которые теоретически могли случиться с человеком, угораздившимся выпасть из машины на ровном месте. А ведь можно было просто выйти и положить карточку в лоток. Но нет. Хомо-сапиенсы же должны тянуться, стремиться, саморазвиваться. Если ты не движешься вперед, ты движешься назад. Практика показала, что при движении назад можно вообще выпасть из процесса.